Вам школа нравится? Да! Невероятная школа, поэтому я пришла работать в эту школу. Они с бортом занимаются. Молодцы! Я с ним начал заниматься ботаникой. Красный Оксай – новый развивающийся микрорайон. Едва ли не каждый день здесь отмечают новоселье. В основном – молодые семьи. До детского сада – пара шагов, а недавно среди многоэтажек выросла и школа. Дневным удобством района является то, что школа находится прямо на территории данного комплекса. Невероятная школа. Также у меня младший брат будет ходить в этот садик, что вдвойне удобно. Для наших родителей они не беспокоятся за нашу безопасность. Второй корпус 11-го лицея занял 14 гектаров. Строительство губернатор контролировал с ноября 2018-го. Тогда здесь был только котлован. Проект завершили меньше, чем за год. Здание очень хорошее. Сколько сейчас детей? 420. Должно быть? 1100. Дети учатся в первую смену. В штате более 80 преподавателей. Приехав из Челябинска, из далекого Северного, и купила здесь квартиру. Поэтому я, увидев эту прекрасную школу, даже со стороны, я поняла, что в этой школе будет очень хорошо работать. Уроп в начальной школе пошел по непривычному сценарию. Здравствуйте, дети. Как у вас настроение? Хорошо. Настроение поднимают просторные, светлые классы и новая мебель. В основном в здании школы, где еще недавно учились ребята, места было мало. Ну, там класс был очень маленький. Там были маленькие коридоры. А здесь очень много всего. Она красивая. Можно поиграть в шахматы, например, на переменах. Старшеклассники же наоборот. С нетерпением ждут звонка на урок. Тем более, когда он проходит в медицинском классе. Мы сегодня предлагаем ребенка. Сколько ему? В месяц. Ну, в районе полутора месяца. Полутора месяца, понятно. У нас в Ростовском области есть все, чтобы учиться, получить профессию, работать. Нужна только инициатива. Нужно желание мир менять. У вас его больше, чем достаточно. Большинство выпускников лицея уже выбрали для себя медицинские вузы Москвы, Казани и, конечно, Ростова. Я хочу поступить на фармологический факультет и работать либо с аптечным бизнесом или просто где-нибудь в фармкомпаниях. А это важно, что теперь в школе можно получать базовые медицинские знания? Да, я считаю, что это важно. Это облегчит поступление в университет? Ну, конечно. Помимо медицинского класса, в лицее открыты два спортивных и два тренажерных зала. Секции акробатики, единоборств и хореографии. А еще инженерные кабинеты и цифровые лаборатории. Технологии пока осваивают девушки, но юноши не прогуливают. Они спортом занимаются. Они спортом занимаются, но вы меня не готовы. По пути из кабинета в кабинет губернатора встречают то юные инспекторы дорожного движения. Каждый ребенок простой и знает, и у них наш покой отвергает. Здорово. Можно мне с отрядом сфотографироваться? Конечно, давайте. Отличные фотографии. То юные патриоты России. Солдаты! Наш девиз. Один у нас со всем девиз не отступать назад! Молодцы. Вы знаете, что в этом году у нас большой-большой праздник. Президент нашей страны объявил этот год годом памяти и славы. Беседу о грядущем юбилее победы и сохранении памяти о Великой Отечественной войне Василий Голубев и школьники продолжили в конференц-зале. Как стоит приучить нынешнее поколение помнить подвиги своих предков? Попробовать донести до жителей Ростовской области, и не только Ростовской, какие великие подвиги совершали люди в те времена. И среди них очень много наших земляков. Первый герой Советского Союза в годы Великой Отечественной из Ростовской области. Самый молодой кавалер трех орденов славы – наш землян с Верхнего Дона. Как только мы построим музей Самбекский Высок, а мы в этом году его обязательно запустим, многие, если не все из этих подвигов, вы там увидите. Губернатор пригласил школьников на открытие музейного комплекса и подчеркнул, что сохранение памяти о подвиге советского народа в годы войны – это задача в том числе молодых людей. Спустя время серьезный разговор принял неформальный характер. Хотелось бы узнать у вас, есть ли у вас какой-нибудь момент, который вы из школьной жизни, который вы вспоминаете там в семейном кругу, может быть? Таких моментов очень много, ребят. У меня был такой товарищ, Попов Ваня. И в восьмом классе директор школы Иван Михайлович мне говорит, вот если Ваня сдаст на тройку, то идти сразу без экзамена ставлю пятерку. Я с ним начал заниматься ботаникой. У него ботаника, но не шла ботаника у него, но не мог он ее понять ни при каких условиях. Ну, в общем, он сдал на четверку. Губернатор искренне пожелал лицеистам хорошо учиться. Для этого у них теперь есть все условия. В таких школах мне всегда нравится комплексность, когда есть все для того, чтобы учиться, заниматься своим здоровьем. Вот только что мы получили сертификат на закупку лабораторий для того, чтобы заниматься инженерными специальностями. Василий Голубев убежден, что строительство в Ростовской области такого современного типа школы – пример для других территорий. Губернатор подчеркнул, что возведение новых школ и детских садов, создание ясельных групп – приоритетная задача региональной власти. Также профильные ведомства сейчас активно работают над поручением президента России Владимира Путина по обеспечению учеников начальных классов горячим питанием. Нам предстоит создать новых 48 пищеблоков. Я говорю, что мы с 1 сентября должны обеспечить наших детишек с 1 до 4 класса горячим питанием во всех школах Ростовской области.